Александр Мусиенко уже присоединился к нашему эфиру, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, рад вас приветствовать, здравствуйте. Доброе утро. Начну обсуждение темы сегодня, пожалуй, немного из-за угла, что называется, хотя, знаете, все это между собой взаимосвязано. Россия все-таки рассчитывала на то, что нападение Хамаса, оно каким-то образом, вообще вся ситуация в Израиле, каким-то образом отвлечет внимание партнеров Украины от Украины. Но эти надежды не оправдались, и мы видим, что все обещания, которые были даны со стороны наших партнеров, они, безусловно, выполняются. А вот просто интересно, это ведь не единственная цель, которую преследовала Россия, когда ручкалась с Хамаса и передавала им там трофейную технику, чтобы была возможность провокацию устроить, или это была единственная цель, и она оказалась провальной? Ну как, то есть цель, конечно же, скажем так, спровоцировать глобальный конфликт на Ближнем Востоке, в этом заинтересованы и Россия, и Иран, и, конечно, опосредованно и Китай, естественно, который будет получать какие-то свои политические дивиденды ввиду этого. То есть, ну, они держат эту ситуацию на повестке дня, на самом деле она еще не исчерпалась, ведь там продолжаются боевые действия, мы видим, и террористы Хамаса наносят удары время от времени по Израилю, действует израильская армия на подавление очагов террористических организаций и, скажем так, мест нахождений, их скопления силы и вооружений, откуда они наносят удары. Поэтому ситуация находится в динамике, но вместе с тем, ну, конечно же, очевидно то, что США и Запад делают все, во-первых, для того, чтобы поддержать Израиль, во-вторых, для того, чтобы продемонстрировать, что действительно для США на сегодняшний день приоритетно поддерживать как Украину, так и Израиль. Это абсолютно нормально, потому что и Украина, и Израиль – часть Запада, западной цивилизации, даже если Израиль не по географическим признакам, но по цивилизационным, это очень важно. Поэтому это нормальная поддержка союзников на сегодняшний день, и там, и там ситуация сложная, поскольку она сложная и в Израиле, она сложная и у нас в Украине, поскольку военные действия продолжаются, довольно-таки интенсивные. Ну, поэтому США четко задекларировали, это слова президента Байдена, что хватит мощности и силы поддерживать и Украину, и Израиль. Это уже очевидно. Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. 2022 год, 14 сентября. Соединенные Штаты Америки рискуют выйти на военный конфликт с Россией, если поставят Украине ракеты Атакамс, способные достигать цели на расстоянии до 300 километров. Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах Америки. Ну, можно сказать, что Штаты обошли, да, вот это такое заявление, потому что 165 километров все-таки такие ракеты могут достигать цели. По вашему мнению, почему все-таки в Вашингтоне, военно-политический вопрос, почему в Вашингтоне решились на передачу такого вооружения, исходя из недавних заявлений, что Атакамс равно страх эскалации? И, в принципе, ныне эскалация большая какая-то. Будет ли входить в планы Москвы? Я думаю, что это четкие последовательные действия, ведь необходимо понимать, что, в принципе, все к этому шло, и нормально развивалась, скажем так, политическая ситуация вокруг того, что Атакамс Украина таки получит. И во время визита президента Украины Зеленского в США, я думаю, этот вопрос активно обсуждался и решение готовилось. То есть абсолютно нормально, связано оно с тем, что Украину необходимо поддержать огневой мощью для того, чтобы наносить удары по тылам противника. Это абсолютно очевидно. И поэтому мы получили это вооружение. Во-вторых, понятно, что мы подходим к зимнему периоду, когда, возможно, будут как-то корректироваться, меняться способы ведения боевых действий. И как раз необходимо будет поражать тылы наиболее активно противника. Третий момент — это, конечно, геополитический аспект. Ведь после того, как Путин встречался с Ким Чен Ином во Владивостоке, очевидно стало, что Северная Корея присоединяется к поставкам вооружений в Россию. И, возможно, где-то там за кулисами будет и Китай, который в будущем тоже сможет что-то поставлять через КНД. Пока не ясно, но риски такие, вероятность такая сохраняется. Поэтому ввиду всех этих обстоятельств и было принято решение о том, что Украине необходимо предоставлять атаковцы. Плюс опыт применения других средств вооружений, таких как ракеты Storm Shadow, Scalp и другие, дало возможность продемонстрировать, насколько эффективно украинские силы обороны способны выполнять задачи и поражать цели в тылу российских войск на оккупированных территориях, например, в Крыму. Это довольно-таки четко было продемонстрировано. И, конечно, для того, чтобы поддержать этот темп, не дать, скажем так, остановиться и не дать России ту возможную передышку, скажем так, для переформатирования, для пополнения своих сил и резервов, для поисков каких-то внешних игроков, которые могут помочь США, приняли именно такое решение. О реакции Владимира Владимировича Путина. Вчера он выступал на пресс-конференции в Китае, обращаясь, я так понимаю, то ли к конгрессменам, то ли к Байдену, то ли еще к кому-то из США, он сказал, руководители США, «Пусть заберут назад атакам все другое вооружение, садятся за блины и приезжают к нам на чаепитие». Конец цитаты. Похоже, помните, когда Александр Лукашенко на вопросы о коррупции, если мне память не изменяет, звал всех на чай с малиновым вареньем. Собственно, теперь Владимир Владимирович уже достиг дна дипломатического, политического, и, собственно, так вот цитирует своего коллегу по несчастью, коллегу террориста Александра Лукашенко. Эта реакция, как вы, в принципе, ее расцениваете? Ведь это президент России, который говорил о недопущении эскалации со стороны Штатов, комментирует вопрос удара по аэродрому своей армии ракетами, которые могли пересечь эти бурые линии, цитируя пропагандистов Кремля. Ну, скажем так, с красной линии было уже там озвучено достаточно много. Я бы не стал все там воспринимать всерьез. Ну, в России необходимо заполнять чем-то информационное пространство, и его необходимо заполнять истерией пропагандистов. С одной стороны, это делается, ну, не стоит обращать внимание на то, что они говорят. А второе, это то, что говорит сам Путин, ну, скажем так, где это было сказано, место имеет значение, и обстоятельства, и контекст. Дело ведь в том, что он же поехал на саммит, китайский саммит «Один пояс, один путь», и заявил о том, что китайский план мирного урегулирования, так называемого, может быть принят за основу. И, соответственно, естественно, он взял такую якобы мирную риторику, это присуще абсолютно и официальному Пекину, все время говорить о мире, все время говорить о уважении к Уставу ООН, и так далее, и так далее. Он, скажем так, взял эту волну и подхватил эту тенденцию, и говорил, 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 то есть то, что, в принципе, скажем так, входило в контекст риторики официального Китая. То есть он абсолютно шел в риторике Пекина, и ему так было выгодно именно в тот момент. Я почти уверен, что он вернется в Россию, или вернулся риторика, будет меняться. То есть он будет говорить о том, что мы их будем уничтожать, ракеты собьем и так далее. Но это все не имеет, на самом деле, никакого значения, эти слова, потому что достаточно много уже было сказано и будет сказано о том, что западное вооружение, оно несостоятельное, оно, скажем так, не имеет первосходства над российским, у России есть достаточно много способов противодействия и так далее. Поэтому все, что говорится, скажем так, с той стороны, оно просто в разных местах, в разном контексте по-разному освещается. В данном случае блины были посвящены тому, что якобы мирная риторика и Россия готова к каким-то переговорам. Но ситуация на фронте демонстрирует, что они готовы воевать, что они хотят воевать дальше. Не видно никаких тенденций к тому, чтобы они готовы были каким-то действительно состоятельным переговорам мирным, выполняя условия Украины о выведении войск, прекращении обстрелов и так далее. Переговоры России и Северной Кореи продолжаются. Вы также об этом говорили, что, возможно, какие-то варианты в дальнейшем поставок вооружения со стороны Китая через Северную Корею и так далее. Там уже Лавров назвал Северную Корею братским народом России. А насколько такое сотрудничество и углубление сотрудничества, которое, в принципе, вызывает тревогу и не зря в регионе, насколько это сотрудничество может возможность подвигнуть наших партнеров не только на, возможно, какие-то больше ограничения для России, а, возможно, и на большие объемы поставок в дальнейшем, либо на ускорение определенных поставок? Дело в том, что мы уже видим, это влияет, потому что, скажем так, и атакамсы – это одна из причин, почему поставили сейчас. Я думаю, что их будет больше. То есть очевидно, что это будет влиять. Но Запад демонстрирует, что есть коалиция западных государств, которые не позволят, скажем, разломать окончательно и уничтожить мировой порядок, и строить новый порядок, фактически, исключительно вокруг российских интересов, либо китайских, либо уж тем более Северной Кореи. То есть это принципиальное противостояние. И, конечно же, США сейчас будут демонстрировать еще больше лидерства в том смысле, что необходимо показать автократическим режимам, деспотиям восточным о том, что Запад в силах поддерживать своих партнеров, дабы все понимали, что реакция будет. То есть это абсолютно принципиально для Запада сейчас и для президента Байдена, я думаю, лично, исходя из того, что он говорит и заявляет, поддержать как раз и продемонстрировать решительность Запада. Поэтому я думаю, что поддержки дальше будут. У нас же еще, скажем так, будет дальше самое интересное. Это подготовка украинских сил далее на весеннюю кампанию. Там будет, я думаю, достаточно интересно многих, много моментов и сюрпризов, кстати, для нас приятных, для противника не очень, которые мы будем получать. То есть тут абсолютно есть понятная принципиальная позиция. США не оставят Украину без поддержки. Александр, спасибо за последнюю фразу. Хотел просто в контексте вот этой долгосрочной поддержки также с вами, коротко, если можно. По вашему мнению, помощь Украине навходит ли в систему национальной безопасности Соединенных Штатов Америки? Я думаю, что да. Исходя из нахождения в системе национальной безопасности, могут ли меняться долгосрочные обязательства, грубо говоря, помощь военная, исходя из политической конъюнктуры? Я намекаю на следующий год, когда президентские выборы в Штатах, когда может меняться, в принципе, объем этой самой помощи? Будет ли он меняться, опять-таки, учитывая обязательства, которые Вашингтон взял на себя уже сейчас? На это же уповают представители Кремля? Ну, я думаю, представители Кремля уповают на 2025 год, что что-то там может поменяться. На 2024 вряд ли что-то поменяется, потому что, я думаю, сейчас очевидно, пакет помощи будет, и он будет даже больше, нежели раньше рассчитывалось для Украины. То есть это вполне вероятные вещи, и на следующий год мы будем обеспечены. Что будет на 2025 год? Я думаю, будет связано в том числе и с выборами, и не только, но я думаю, что помощь тоже будет. То есть глобально, стратегически сейчас для США очень важно сохранять лидерство, потому что в ином случае понятно, что это будет сигнал Китаю, это будет сигнал России, это будет сигнал Ирану, Корее, всем-всем другим государствам, которые их готовы поддержать, о том, что Запад проявляет слабость, и что они могут действовать дальше, настолько цинично и агрессивно. Я думаю, что этого допустить нельзя. США это прекрасно понимают. Александр, мы благодарим Вас за то, что Вы присоединились к обсуждению этой темы. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.